Обзац Обзац О книгах и писателях Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу о книгах, которые помогут вам создать новогоднее настроение. Зимние праздники это прежде всего особый настрой. Чтобы как следует прочувствовать наступление нового года, надо порадоваться подарком и долгим выходным, погрустить о том, что навсегда останется в году уходящим и приготовиться удивляться тому, что ждет впереди. А пробудить эмоции и запастись праздничным настроением помогут книги, которые мы собрали специально для вас. Повесть сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» была написана в 1816 году и по сей день считается одной из лучших новогодних историй. Эта история о победе доброй и храброй девочки Мари и ее заколдованного принца над ужасным мышиным королем была написана под влиянием общения автора с детьми своего товарища Юлиана Гитцега. Их имена, Фриц и Мари, получили главные герои «Щелкунчика». Сказку с интересом встретили не только маленькие читатели, но и прусский военачальник Август Гнейзенау, которого впечатлили батальные сцены с участием мышиного войска и армии кукол. Гнейзенау, в частности, признал в одном из писем, что автор повести очень хорошо изобразил грандиозное сражение, убедительно об условиях поражения «Щелкунчика» завоеванием батареи, неудачно расположенной у матушкиной скамеечки для ног. Замечательный рассказ «Дары волхвов» писателя О. Генри – это история двух влюбленных, которые пожертвовали своими главными сокровищами ради того, чтобы купить подарки друг другу. Она располагает скорее к светлой грусти, чем к праздничному веселью. Но именно по этой причине трогательная новелла о Генри помогает не забывать, в чем суть Нового года и Рождества. В эти зимние дни так важно обратить внимание не на количество подарков и шум застолья, а на ту заботу и любовь, которые мы дарим близким и получаем от них. Кстати, в 2010 году в Нью-Йорке для поддержки русскоязычных новеллистов со всего мира была учреждена литературная премия имени О. Генри, которая так и называется «Дары волхвов». Еще одна история из прошлых веков – «Рождественская песнь» в прозе Чарльза Диккенса. Это поучительная повесть о богаче-скряге Эбенезере Скрудже, который не спешит радоваться празднику и помогать другим. Она также призвана напоминать читателям о доброте, щедрости и семейных ценностях. А еще это настоящая классика рождественского ужаса. Повесть неоднократно экранизировалась. Самой ранней киноверсией стал немой фильм 1901 года. А знаменитый диснеевский мультгерой «Скрудж Макдак» был назван именно по имени главного героя рождественской песни. Давайте обратимся к книгам посовременнее. Если же главная цель, которую вы ставите перед собой на зимние каникулы, это как следует посмеяться и повеселиться, то обязательно познакомьтесь с фантазией Терри Пратчета на тему Рождества под названием «Санта Хрякус». В плоском мире тоже отмечают этот праздник, только называется он «Страждество», а подарки всем разносит «Санта Хрякус». Но стоило детям перестать верить в этого волшебника, как он исчез, а его обязанности взялся выполнять никто иной, как сам смерть. Казалось бы, все логично, но что-то все равно пошло не так. А вот книга посерьезнее и помрачнее. «Рождество Эркюля Пуаро». Самую кровавую из истории о «Беркюле Пуаро» Агата Кристи написала специально для своего зятя, мужа сестры. Он очень любил детективы-свояченицы, но в какой-то момент стал жаловаться на то, что они стали слишком рафинированными. И писательница выполнила пожелания любимого родственника. Ее новую жертву, миллионера Симеона Ли, найденного в канун Рождества в луже крови на полу собственного кабинета, ненавидели, пожалуй, все. И родственники, и слуги. Но кто же все-таки решился прикончить престарелого тирана? Нужно больше детективов под елочкой? Тогда читаем «Самый новогодний детектив». В зимний сборник вошли восемь коротких историй от отечественных мастеров детективного жанра. Герои Татьяны Устиновой, Татьяны Поляковой и других популярных авторов постоянно попадают в запутанные ситуации. Но в ночь на 1 января с ними случается такое, что остается только поверить в новогоднее волшебство. Потому что иначе объяснить такое везение просто невозможно. В 1993 году была издана самая первая книга серии «Куриный бульон для души». Это серия мотивационных историй, основанных на реальных событиях. Каждая книга включает в себя 101 рассказ. Сегодня серия «Куриный бульон для души» насчитывает свыше 250 наименований для разных целевых аудиторий. Есть и новогодний выпуск. В нем 101 рождественская история. Удивительные истории из этой книги когда-то произошли на самом деле. Но не будет преувеличением, если мы скажем, что это и есть настоящие праздничные чудеса. Некоторые из них заставят вас всплакнуть. Другие вызовут смех. Но все без исключения помогут осознать свои ошибки в отношениях с близкими и понять, что у каждого из нас есть надежда на второй шанс. Ведь это так важно. И под Новый год особенно. Принять себя таким, какой ты есть. Простить обидчиков. И продолжить двигаться дальше. Книги — это двери, что выводят себя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok